Приветствую вас! Конечно, отвечая на ваш вопрос, хочется сказать, что здесь очень многое зависит от того, насколько вы мужчине доверяете, насколько между вами развито доверие, потому что это довольно интимная вещь, о чем вы хотите сказать, и я не думаю, что мужчине вообще имеет смысл даже об этом говорить, потому что любой мужчина, если он старше 15-16 лет, он знает о некоторых особенностях женского организма, и вряд ли для него это какая-то тайна, вряд ли для него это какое-то откровение и так далее, но вы сами вправе ему говорить о том, что вы, например, не хотите просто... вот, ну, не готовы к интиму, можете сказать, что плохо себя чувствуете, вот, и это, в принципе, будет правда, потому что, ну, действительно, женщина, она не всегда хорошо себя чувствует, и... значит, какое-то время дни, да, месяц, у нее плохое сочувствие, и, в общем-то, об этом нужно мужчине сказать, обязательно, вот. то есть совет просто, что, прости, я себя плохо чувствую, и все, вот. Правда, надо сказать, что некоторые мужчины, они любят вступать в интимные отношения именно в это время, вот, это такая... такая, такая, скажем так, личная девиация молодого человека, возможно, и в этом случае вы можете ориентироваться только на себя, вот, на то, как вот именно вы к этому к этому относитесь, если хотите вы этого, не хотите вы этого тоже вам решать. На мой взгляд, куда более серьезная проблема заключается в том, что вы, как бы, стесняетесь, получается, себя, стесняетесь, получается, своего тела, тела, знаете, своего организма, не принимает из себя такой, как вы есть, и вот это вот, на мой взгляд, куда более серьезная. Серьезная проблема, потому что она напрямую отображает то, как вы будете устраивать свои отношения с молодыми людьми. Напрямую она, эта проблема отражает то, как вы подаете себя другим людям, молодым, другим мужчинам. И напрямую отражает то, как, в какое место, какую повисцию вы будете занимать в отношениях с мужчинами. И вот здесь я хотел бы задать вам вопрос, а именно, вот то, о чем вы говорите, да, то, о чем вы говорите, это является естественным процессом или нет. Ну вот, просто, просто попробуйте подумать, естественным или нет является процессом то, о чем вы пишете. Подумайте об этом. Если добросыц естественный, а он естественный, потому что он абсолютно у всех женщин имеет место быть и нет таких женщин, у которых бы этого не было бы, вот значит, если это естественно, то почему вы себе это не принимаете? Вот это, пожалуй, и является самым главным моментом. Почему вы не принимаете этого в себе? Что мечтает принять в себе? Может быть, неуверенность в себе, опять. Может быть, страх. Может быть, неверные установки, которые пришли к вам из детства, например. Быть может, что-то еще, но в любом случае, сам факт того, что вы подняли эту тему, сам факт того, что вы сказали, бросили про это, сам факт того, что вы заострили на этом внимание, говорит о том, что у вас проблема с принятием себя. И я хотел бы только лишь сказать вам о том, что эту проблему нужно решать как можно быстрее. Почему так как-то получилось, что вы не принимаете в себе такую совершенно естественную потребность? Совершенно естественное проявление женщины. Совершенно естественное проявление женской активности, женского организма. Почему вы этого в себе не принимаете? Вот об этом я хотел бы, чтобы вы, как с любых, подумали, что мечтает вам. Вот. Поздравляйтесь, пожалуйста, Павел Кси. Либо вы сами найдете, значит, причину прийти, либо обращайтесь к психологу и психолог вместе с вами разберет, как и почему у вас возникла такая проблема. Потому что 27-летняя женщина, ну, не должна беспокоиться на эту тему. 27-летняя женщина, она уверена в себе, она знает, в чего она хочет, она знает свои желания, она совершенно спокойно относится к себе и к другим. Вот. Тут момент на самом деле еще вот какой. Знаете, вы, если не принимаете в себе чего-то, то вы и мужчине принять чего-то, что не способны. В других людях. И это довольно-таки прискорбно для будущего отношений ваших. Поэтому, если хотите, чтобы у вас все было хорошо, если хотите, чтобы отношения, ну, вот, с вашими мужчинами, либо с этим мужчиной, складывались удачно, идеально, идеально, то вот эту проблему вам нужно решить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите фличку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше, надеваю вам всего самого доброго и удачи.